Максим, уйди отсюда, уйди, уйди. Максим, сядь на место. Мир дома вашего. С миром, прямая? Мир, прямая. Миром. Делегация, я вам встречаю. Здравствуйте. Меня зовут Роман Зуров. И Николай Зуров. Присаживайтесь. Рассказывайте, кто из чего, как. Вырос в городе Барнауле. Да. Кто вы, откуда, из чего хотели? Всю жизнь хотел бы жить на земле. Ну вот, с детства. Так. Не пью, не курю. А где же это сейчас? Сейчас так получилось, что в городе, ну, занимался долгое время строительством и отделкой. Это все наскучило, надоело и, ну, как сказать, исследовал на своем огороде, занимался, ну, огородом. И понял, что вся сила, она в земле. И, в общем, вот, последние лет десять уверовал в том, что надо вообще жить на земле. Это единственный верный путь, собственно, для самоопознания, саморазвития. И, как сказать, ну, мне так приятнее и удобнее. И хотелось бы так дальше жить. Растить детей самостоятельно. Но именно в моем понимании, что такое жить на земле, это хутор. То есть это не когда деревня, когда сосед слева, сосед справа, а когда участок, ну, как минимум, гектара четыре, там, вот так вот. И свое хозяйство полностью обходится. А семейное положение какое у вас? Ну, в данный момент разведем ребятишки в городе. А как вы на нас вышли? Я приехал в Мамонтово, напросился к человеку, мне нужен опыт. Потому что я, ну, жил в городе, как бы, с землей, со скотиной, с техникой. Я, как бы, ну, не знаком. И я приехал сюда, в Мамонтово, учиться земледелию. А куда приехали? Из Барнаула. Из Барнаула. А до этого где жили? Там же, в Барнауле. Я там родился и вот раз. Как на нас вышли? Так вот, в Мамонтово я приехал, напросился к фермеру. Ну, я говорю, возьмите меня, готов что угодно делать. Просто научите меня. А он говорит, мне нужен агронол. Ну, больше никто не нужен. Я говорю, ну, давай я буду агрономом. Он говорит, а что ты умеешь? Я говорю, ничего не умею. Ну, в итоге договорились, что я научусь. И вот третий сезон, на мне 2000 гектаров земли, техника, люди. И как бы, вот, живу, работаю. А на нас конкретно как вышли? Там, в Мамонтово, поскольку, ну, как сказать, мои мировоззрения не совпадают с большинством обычных людей, так скажем, да, мне говорят, вот тебе надо в потерях уехать. Там твои прям родственники, единоверцы, единодумцы. Так, а единоверцы, что это подразумевается? Ну, в смысле, вот, я хочу жить на земле. Я сейчас... И учиться в матушке природы. А верить, там есть единую версию. А насчет единоверства, ну, это образное такое выражение. Что касательно Бога Христа или Иисуса Христа, я не верю конкретно. Не верите? Нет. А у нас это главное. Ну, вот, тем не менее, мы же можем пообщаться, обменяться опытом, или как-то наставить меня на путь истинной. Вы же можете что-то посоветовать. Потому что, ну, вот, я не знаю как. А в одного просто тяжело делать хутор или вообще создавать свое собственное хозяйство. А с кем... Еще, конечно, с кем бы объединиться. Или кто бы посоветовал чего-то. Или, может, вы с кем-то дружите, куда-то меня направить, да? У меня-то какой. Или, может, у вас можно поселиться, но, так сказать, могу быть полезен именно с точки зрения что-то построить там, по хозяйству, обработка земли. Ну, вот именно... В армии-то были? В армии нет. Почему? По здоровью. А какой вывод какой? Здоровье-то общее конкретно. Щитовидку мне удалили. Это что означает? Не гоним по инфинеркам. А образование какое? Несколько образований. В основном штукатур-моляр. Это что корочки мне дали, да? Штукатур-моляр. Радиотехник по ремонту и обслуживанию. Бытовой техники и вычислительной техники. Но, поскольку я занимался 17 лет строительством и отделкой, я еще, вот, все, что связано с домостроением внутри и снаружи, я это все в совершенству умею. То есть, электрика, сантехника, кирпич, бетонные работы с деревом, со сваркой, со стеклом. Ну, не знаю, многое. Деревня Потеряевка строится на старинных, благочестивых, христианских обычаях. И здесь проверка, чтобы он был православным христианем. Ему пять условий нужно выполнить. Доказать он должен, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится и не вагонит. А это дело не одного дня. У нас были такие, которые приезжали, нормально работал, дом построил, а потом запил. И все. Два предупреждения, на третьем он заранее записал, подписал, что он выйдет. Продал домик свой и уехал. Видите, советую давать это проще всего. Есть человек, который принимает, я знаю, германс и стерпинов, слышали? Вот ему не пробовали. Ну, у меня как вариант, вот я в зиму собираюсь попутешествовать. В ту сторону. Он говорит, если не хватает средств, и ты один. Наймись, мой тракон. Иди в работе. Ну, я и пошел этим путем. Так, здесь никто не будет нанимать. Вот настоящий фермер. Как человеку не верю? Если вы не верите в Бога, а у нас все построено на этом, церковь, молитва, чтение Слова Божия, это совершенно чужой человек. А неверующий, ему доверять никак нельзя. Он что угодно может сделать. Любую беду. На нем висит уголовный кодекс, весь данного правила. Я занимался много мест, это я системно, знаю это. Здесь вряд ли кто-то, что же сможет вам помочь. Видите, как вырос. Я агроном. На агронома, чтобы поставить, пять лет надо учиться. Ну, три года я уже активно в бою. И учился и работаю. Нет, вы учились? Нет. Нет, поэтому нет этого ничего. Вы так верхушки где-то болейки схватили и думаете, что уже знаете. Это векомыслие. Это большая работа. У меня в почве мой крестик работал. Я не знаю, сколько у них... Ой, это ты, Игорь. Сколько у почвы было земли? Ну, тоже шесть, наверное. Шесть с половиной где-то так. Или даже больше. Не знаю. Больше шести. Большой объем. И он учился пять лет. Да мало того, он родился тут. И вся семья, и все. И то столько делает. Такие сады установил здесь. И все сожгли, и все убрали. Еще нет. Нет, здесь помощи вам никакой не будет. Советовать это пустое дело. Вот мы, лично я, я приезжаю здесь на четыре месяца. Это моя родина. Тут мои друзья. Тут дом, в котором я вырос. Его нету. Рядом. Нас знают в окрестностях и везде. И делать, начать строить, и сегодня ничего не сделают. А почему вы развелись? С женой? Да. По множеству причин. Ча? Отчасти просто я перестал работать в городе. То есть мне стало противно в городе жить, находиться и что-то делать именно внутри города. Дети-то были? Да. А кто их кормит? Сейчас жена. Видите, как? Я по маленькой из нас вытаскиваю это. Ну, я не скрываю. Мне надоело. Какое-то... А при чем тут семья? Значит, ты кормить их не стараешь? Нет, а почему? С семьей, как раз сказать. Мы хотели вместе ехать, но потом все дальше-дальше и, точнее, ближе к переезду, она просто сказала, что я с тобой не поеду. А куда ехать так она? Ни дома, ни специальности. Она правильно рассудила. Вам не надо было ехать никуда. А мне пришла мысль на этой деревне. Погублено 51 тысяча сел. 51 тысяча. И ни одно не восстанавливается. Государство, образующее основу, в древней разносится. И вам что про это рассказывать? Вы хоть куда приедете, вас никто не знает. Вам нужно доверять технику. Что, какой это техник? Это же практика. Ремонтируйте сейчас новый комбайн. Он 10 миллионов. Кто вам доверит? Не знающий человек, а доверить это совсем глупо только может. И так это вот, я как знаю, я сам строитель, прорабом могу вам дать совет. Но это, человек должен быть готовый. А если мы касаемся веры, вот оно все, видите, какая обстановка. А вы даже внимания не обратите. Это длинное. Вы веры считали? Ну, не так, чтобы досконально. Некоторые вещи... Что вы считали, не знаете. Видите, я ваши слова расшифрую. Не считали. Не знаете. Вот мы у нас поделали 4,40. То есть политесь сразу на это. А ровно 5 начинается молитва. Молитва общая. Это нас немножко здесь. А здесь было 14, может быть, несколько дней назад. Только из разных сторон и даже из разных стран. Мы не просто, как люди, пришел в храм, ушел. А мы верим всей душой. И верующий вас никогда не возьмет. Там дети есть. А то он такой. Курил когда-то? Очень давно. Будешь курить. Матерился? Бывает. Матерился. Бывает. А у нас это смертельный грех. Ни одного нет. Наша скотина, он за 30 лет мата не слышал. Выпиваешь? Нет. Совсем в роде веришь? Совсем. Проверить-то нельзя никак. Ну, пиво что-то там, бражит. Нет, не интересно. Перестало очень долго это интересно. Все непонятно. Вот вы приехали сюда, объявили, что вы едете, потеряю. Вы знали, что тут люди верующие? Да. Верующие, неверующие, это совершенно несовместимые. Верующие, это люди не от этого мира. А они думают о другом. И на первом месте у них ни работа, ни дети, Бог. Молитва, чтение Слова Божия. У нас богослуживание идет два часа. Да вам зачем это? Что ты будешь ставить, как стал Бог? У нас дежурный, знакомый человек где-то. Как оборудование, почему вы носите? Я просто перестал с этим бороться. То есть, перестал лицемерить, брить ее. То есть, она у меня есть, это аутентичный признак мужчины. Не поверю. Понимаете? А когда поверят, то ответ другой совсем. Среди верующего мнения никто не поверит. Да и зачем? Неверующий, он Бога над собой не чувствует. Он думает, сегодня он так думает, завтра так. Я думал, в деревню ехать, завтра ты подумаешь, надо на море плавать. Ты думаешь, что он в морях, свободный, деньги, рыба. То есть, он совершенно не самостоятельный. Я говорю о том, что я знаю. Я и моряк, и плавал, и у нас Богом. Мы гонимые. Сегодня только тут приехали. Мы православные. Но еще тут и люди бывают другой веры. Есть и старая обрядца. Хотя они тоже православные баптисты. Сегодня приехали. Вам это не надо. Приехать просто познакомиться. Мы даже за руку не беремся. Ну, незнакомый человек, ладно. У нас это не положено. Вы сразу с первой минуты даже. Вы сейчас живете там где? Квартира какая? Сейчас прямо на базе. Прожив. А во сколько встаете? По-разному около семи. По-разному. У нас одинаково. По-разному, то есть, сколько придется. У нас пропуска никакого нет. В 4.40. У меня начальник детского лагеря, директор. 45 лет. Сам создал детский лагерь. Он единственный во всем мире такой был. Но пришлось закрыть. Гонение Роспотребнадзоров. Тогда была санавидевсанция. По нормам там мы не подходим где-то. Совет только один. Вернись к жене. Начинай работать, где работал. А там помаленьку откладывай деньги. Если будешь хорошо работать. Сейчас вкладывают люди деньги. Своя квартира и прочее. Все остальные замашки, что ты там такой. Завтра проснешься. Я хочу быть космонавтом. Мало ли какая прихоть бывает. Я вам советую. Вот на вашем месте. Если вы вернете, жена примет вас. Нет. Значит нет. Большая обида на меня. Но ты пришел бы и сказал. Я понял. В деревне мне не построиться. Нет, не построиться. Тем более ты один. Один вообще еще не сделаешь. Вот он, жена ты. Закончил университет. Понятно, этот человек на ногах стоит. И мы все верят. Я очень осторожен. Я ему верю. Мы близкие друзья. Вот если вы пожелаете что-то тут-то сейчас сделать. Установите добрые отношения с женой. Сколько детей там? Двое. А? Двое. Двое. Ну, сам подумай. Кто и будет кормить-то. У меня когда появляются деньги. Ну, допустим, вот. Заплаты. Часть отсылается. Или премию я получаю в конце года. Тоже отсылаются эти деньги. Отсылаю. Ты должен быть рядом. Дети должны воспитываться при отце. Так а если это физически невозможно? Нет. Возможно. Вот если бы сейчас жена сказала. Вот от этого места доворола, чтобы ты приполз на коленях. Тогда я тебя приму. Поползешь? Нет. Ну, вот видишь. А у верующих так. Она пришла на исповедь бабку. Я виновата. Я-то другое. Священник возьми-то и сказал. Кремль знаешь где? Ты знаешь? На колене. Три раза вокруг Кремля пол. Ну, в советское время бабка ползет по кругу Кремля. Ее сразу зашиворот. И то другое. А кто тебе это сказал? Священника зашиворот теперь. И там потянули и потянули где-то. Зачем она-то сказала? Сегодня можешь ползать. Я как-то шел с одним товарищем своим. А вот тут одну девушку как-то соглас положил. Я погода уже сентябрь, холодно. И она проверить тебя решила бы. Сейчас сказала. Вот руд наш, переплыть его. Ты поплыл бы? Я нет. Конечно нет. Он блудник. Он развратник. Он ее ногтя не стоит. Конечно еще и не было. А мы поплыли? Поплыл сразу. С неба звездочку достану и на память подарю. Песня поется. У вас нет этого. А Бога нету просто как скотина. Пришло время, осеменилось, сбросило. Вот мой первый с этого начнете. Здесь вы работаете, вам. Вы никогда не выйдете из подчиненности. И кто-то спросит, что вам доверили. Так, подожди. Сейчас не разговаривать и ничего. Вячеслав, скажай. Слушаю. Вячеслав, все хорошо, Игнатий Тихо. Господи, Христосу молитву. Все меня приняли, взяли. Слава тебе, Господи. Мы все молились. А мы сейчас на Рыжковском фруду разделились. И на Симаковском. Я второй день с лопатой не выпускаю из рук. Даже ложка выпадает из рук. Да только я нахожусь у Володи здесь. Ну а вернусь через сколько там, допустим? Через 20 минут. Тогда позвони, там переговорим по скайпу. А я вернусь, приезжаю, где-то через час пьешь домой. Вот? А, через час. А то сейчас 8. Да. Да, поздновато. Ну завтра тогда... Завтра можно позвониться. Ну да, ты знаешь во сколько. 4.40 по-нашему. Да. Это вот сейчас скажем. Все прошло. Все прошло. В горе, не понимаю, реально никаких не было. Попроводится, как будто, ну, просто осталось. Все прошло и взяли. Ну тебя нельзя не взять. Че ты понимаешь, что... Моя география, она одна такая. Да. С Богом. А мы, мы... И утром, и днем все о тебе вспоминали. Я сегодня ночью должна молиться, и тебе помнил. Я рад, что позвонил. С Богом. Понимаешь, сколько трудно счастливых положил, чтобы поступить, учиться. Семинарию. Имеет высшее образование. Участие в разных горящих точках. Военные. Он вот здесь был. Он полторы недели назад только был здесь. Душа в душу. Приезжал, сам крестился. Жена и отец. Приняли. Ему интересно характеристику давать. Священник давал. Там, протоиере или то. И он два раза помянул меня об этой характеристике. Мы опасались. Если они подробно начнут его шалудить, то они сразу поставят вопрос. Как у меня там написано. Враг голоден, накорми его. За это драма не крючок. Не было, не спросили ничего. Они поняли, что его биография отличная. А учиться, учиться. Он только, я говорю, не теряю работу. А работает. По должности его все поднимают. Аэропорт. Аэропорт мирового значения. Он никуда не ушел. И жена рядом. На работу дали начальника. Одну дырку заставляли его бороду сбрить. Он говорит, я христианин, я не могу это делать. А начальник тогда, я уволю тебя. И что интересно. Начальника того уволили, а его повысили в должности. Вот как Бог делает. Так рад. Слава тебе Господи. Все молитесь. У вас это не радость, это не больно. Не знакомо сейчас. У меня родня. Мы сродились по Иисусу Христу. Вот это все лозуми из Библии. Хорошо, что приехали. Немного познакомились. Я вам дам визитку, когда вернётесь домой. У вас есть компьютер? Да. Вот так. Скайп, знаете, что такое? Да. А? Да. Вот по скайпу на меня выйдите, когда у вас будет расположенность к этому. Дам одну визитку. На обратной стороне всё хранится. Вот сколько всего. А это идея. Просчитай. Просчитай, что написано. Дети воспитанные во Христе. Вот единая национальная идея, которую могла бы поднять Россию и сделать её великой и славной. Я примерно те же самые идеологии разделяю полностью с вами. Просчитай. Просчитай. Значит, совет вам. Добейся, расположись, докажи, вернись в город и устройся на работу. Ты уже устроенный. Ну и дальше всё такое вот. И тогда жена на тебя посмотрит. И как какого-то перекати поле. Люди некоторые говорят, что Россия для русских. Хотя, я просто сбросил. Нацисты. Путин Владимир Владимирович говорит. Это так могут сказать только придурки. Придурки. Ну зачем на эту должность залазить? У вас в любом месте, где бы вас не взяли, всё ползёт из рук. Кажется, от рубля. Ничего серьёзного нет. А вот сейчас он позвонил. Ещё домой не вернулся, а уже звонок. И все, видел, какая радость. Так можешь начать жить по-другому. И теперь я в связи. Будем говорить. Я зимой буду в городе. А и по скайпу выходи, где какие вопросы о вере. Уверю, что Иисус у нас за тебя. Христос, Спаситель. Вот, считай. Ещё написано красным. Кровь. Дальше. Иисуса Христа очищает нас на всякого греха. Всё. Где-то написано, где первое послание Иоанна 1, 7. Где-то написано. Володя, Надежда Васильевна уже на воздействие слова. И он передачали Господу кучи человека. Игнат Ильич, я сказал то, что он. Я сказал. Сказал? Да. Ошибка с маленькой буквы. Сколько висит, никто не видел. А вот сегодня запоминал это всё. А я стал ценить за него. Он кто? Он побежал в Библию, достал. Сразу пророка. Там просчитали прище Соломона, 5.21. Он с большой буквы надо. Видите, у нас какие радости. Приехал с бабой, который вот. Мы душа в душу живём. Не веру ещё. Я не могу ему ни задания дать, ни какого. Всё. Я ещё вот это выучил. Кровь Иисуса Христа, чрезвычайно, застякал в душах. Да, чтобы она принесла такая ручка есть, фломастер. Вот это. Восказатель Роман. Роман. Вот у нас тут есть Долгов, я даже не понял фамилия Долгов. Это 6 тысяч, кажется, с половиной гектара. Тысяча. Он себя не считает, не верующим, не верующим. Но очень хороший. Когда не обратился нам помогать, то песок привезли, то гринер, то пришёл. Мне нужно было, я голубей держу. Он отходов привёз сколько надо было. Не забываю. Заполнить надо, у меня пустота там. Иначе больно мне без вас. Я уже голубям говорю, молитесь за брата Игоря, чтобы не бросил нас. У тебя будет интерес. Поверь, я тебе буду отвечать. Поверь. Первым делом вернись домой. Оставься. Это мой совет. И слушаешь. А дальше зачем говоришь? А другого-то нет. Это твоя жизнь. А я сделаю другую. Бабу найду, она будет. Нет, уже не будет того. Твоя она брошенная, надкушенная. Верни её. Так я не против жить с этой женщиной. А? Я не против жить с этой женщиной. Женщиной. Я не против. Она не хочет. Она не хочет. Женщина. Она не хочет вместе испытывать, как сказать... Что бы рада оказалась? Что бы рада оказалась? Мужиков сегодня... За 7 рыбак на одного мужика за штаны хватаются. А тебя бы она выгнала такого героя. Она не выгнала, я ушёл. Ну... Жена не согласна, а я поехал. Ну... То бы уметь-то или нет. Вот мы с собой сейчас какое-то дело затеяли. А я поехал. Всё, бросил. Лосилки бросил, остался один. Тебе верить никто не будет. Я на «ты» называю вас, потому что мы с Богом так разговариваем. Понимаешь, что я всю жизнь с людьми. Бог позволил мне создать детский лагерь. Создавить, составить устав, зарегистрировать его. И я его директор бессменный. 45 лет. Вам сколько лет? 40. 40. То есть я ещё не был, когда я стал директором в лагере. И государство ни рубля. Я должен был людей набрать. Это всё патриоты, волонтеры. А они все знают их. Где нужно ещё обратиться, пара есть. Я уж не говорю, что его сын. Другие даже, но первый раз в этом году встретились с человеком. Я знаю заключённых. Я пошёл в пять тюрьм и в лагерь, за Словом Божьим. Мне это известно. Пяти университетов я вёл занятия в Барнауле. В тринадцати школах. Три радиопрограммы. Я перечисляю. То есть с военными. В лагере сколько работал. В тюрьме. У меня опыт. И опыт такой, которого просто не найти сегодня. Чего бы ни взял, я бы меня уже отойду. У меня книги. Тридцать восемь томов книг вышло. Писатель. Ты в Википедии знаешь, что такое? Да. Зайди в Википедии. Игнатий Лапкин. Ядрис. Зайди. Запомнишь? Да. Игнатий Лапкин. И тут знаешь, что за биография. И вот так вот я бы бросил. Поехал. Даже иди вот умеет за нас звать. Не дорос за этого. До путинского придурка не дорос. Что вроде-то? Ущастка накапливаются друзья. Вот я приеду сейчас в Порщины Львана. Меня знают они везде. Знают начальство. Ну, там, я вот стоил с собой. Но тут мои друзья. Со всего мира еду. Тут у меня свой участок. Мы восстанавливаем пруды и дороги. Я не живу здесь. Но я ездил по счетным членам этой деревни. И вот восстанавливаем. А мы тоже пользуемся. Сами за рыбами. И рыбу могу лобить. И я водомаю. А вы оглянетесь, ничего нигде нет. Где-то. А у меня охота сельское хозяйство. По синьке и шапка. Я хочу быть космонавтом. А для этого много надо. Это не просто так. Это... Но тем не менее шаги предпринимаются. Результаты есть измеримые. Третий год я выращиваю хлеб. Жена не ушла к другому еще? Ушла. На этом-то жизнь не заканчивается? Он просто никуда не годится. А тут так отечего делать приехал. Неужели ты не мог понять, что я верующий? Кто тебе сказал про нас, ты бы расспросил. Единоверство, что такое, кто такие. Что вы про нас узнали там у себя? Да много говорят. Ну, в основном говорят, что странные люди. Ну, то есть, вот те ценности, которые сейчас пропагандируются современному человеку, то есть деньги, пожрать, секс, насилие друг надружкой, вот это мерится богатствами вот этими мирскими, так скажем, вещественными. Пришел журнал, называется «Полиция России». Что вам это все чуждо? Полиция России. И там статья про деревку. И у полномочия, где там живет, и села и говорит, что с потеряевкой вопросов нет. И нарушения нет, и ничего. Что могли сказать люди, которые знают нас и которые не знают? Они ничего не могут сказать, кроме, ну, только солгать. Так, что он может сказать? Вот он работает. Вот приезжали гости. Вот его сын. Начиналась еще прихолка. Горшок распения сынишки только и все. А теперь он человек. И где бы он ни был, он человек. И жена при нем, и дети, и уже внучка родилась. Понимаешь, мы даже как-то сравниваем с теми, которые рядом. Я благовестник. Поэтому проехали буквально весь мир всю Европу. Скандинавию, Прибалтику. И везде свидетельствовали. Мы для Бога это делаем, делаем это бесплатно. Сколько новых людей пришло, которые обрели радость во Христе, что Христос умный за нас. А если отводят Иисусу, не суетись, с кем бы ты ни был, ты умеешь. А где душа будет? Душа, где ваша будет, когда умеете? Душа на вечном. То есть, вот такое легкомыслие. Почему? Я в это верую? Не веруюсь, но верю. Как ты можешь верить, если в ангеле не читаешь? Ну, я для себя определил, что я вечная душа. Вот этот скафандр тела, это временная волоска. Пойдем, пройдем. Погнали, как. Иисус, что нужно наше имя? То, что я сейчас голодаю, одет я или раздет, для меня это перестало иметь какой-то смысл. Занимаю я пост высокий или низкий, главное, чтобы мне внутренне было комфортно. Ну, как вам будет комфортно, когда Господь сказал, будут гнать вас, злословить неправильно за имя Бога. Так гонят Иисусу. За мои убеждения гонят. Я говорю, вы меня свободно перебиваете. Хорошо, слушаю. А представьте, что вы рядом, мы сами вместе. Вы будете свое сказать. Ты сейчас исследователь сказал, дон шизопреник. И все списалось. Даже убьешь человека, тебя где-то подержат в психиатрии года три, опять отпустят, пока на рога не нападут. Ничего нету от нас. Знакомство наше закончилось, и только по скайпу, когда вы уйдете в городе. Хорошо поняли? Все. Другого нет. Обманывать вас не буду. И зачем это нужно? Мы работаем, как можем. Свои огороды, своя скотина. Кто-то еще что-то где-то работает, кто-то на поле работает, а это работа трудная. То какая-то машка, то жуки нападают. И посмотрите, сколько у него техники. Два комбайна, один ТК-комбайн, 10 миллионов. Что ты купишь? А я хочу быть агрономом. Ну, какой-то агроном, когда дня не учился. Смешно даже. А кто примет? Да никто на агроном тебя не примет. Только, уже деваться некуда, может быть, кто-то, ну, так просто, это, сбоку припек. Вот агроном, вот сиськоп Алексей, это агроном, мой крестник, в Порщине, когда он был, сейчас он болеет, он был, продал дома. Так что, Роман, никуда, не, твой совет, так, что ты натворил-то? Я разговариваю, что она одна живет, а она уже другим живет. Она пытается строить жизнь. Я же говорю, я перестал, мне перестало быть, вообще интересно, жить, находиться, работать, зарабатывать в городе. Ну, город-то сегодня 78%, из 178. Или кто-то, а у меня надоело, у нас они имеют, надоело. Это не просто так. Ну, так же заставить, там еще есть. Я не знаю, как объяснить. То есть, я не убежал из города, я стремился в село, или на землю. Вот в чем дело. Я поступал в сискохозяйственный институт, дал экзамены. Пошел по воду, а я когда поехал, отец у нас инвалид, без руки, и в семье 10 ребятишек, он дал мне 3 рубля, больше нету. Да, борол эхо, 2 рубля 30 копеек, у меня осталось 70 копеек. Я должен найти квартиру, снять квартиру, должен питаться и поступить в институт. А я в городе не был, не знаю ничего. Нужно заставить, она еще есть. Я сразу же на вокзал, кому чемодан поднести, где разгрузить, где что-то еще делать. поступил, пошел хозяев воду принести, она говорит, сын мой поступил в технику, в строительный, ПГС. Два с половиной года. А, в институте 5 лет. Мне нужны деньги, у меня подрастают сестеренки, брат. У меня забота тоже, взрослый мужчина. А мне 16 лет. Я раньше закончил школу. Я быстренько документы взял, в технику квартиру, все там уже без экзамена. Потому что я в институте сдал, а тут разговаривать не стали. Дальше я уже живу, мне 83 года. Я ни разу не пожалел, что ушел из сельского хозяйства стройкой. А стройка это все. На городе, в деревне. А советская власть меня гнобила и гнобила. Плотивы нам тащили. Еще такие дела и психиатрии. 26 лет они мне издевались. А потом я реабилитирую. Жертву политических репрессий со льготами теперь. Я свою жизнь заглядываю, разглядываю и благодарю Бога, что так все было. Позволил так многому знать в этой жизни. Много ездить по Америке вызывали. Там любят этих людей, диссидентов. Запомните Википедию, Игнатия Лаппин за детей. А вот был бы не левущий. Давно возогнулся. А я левущий. Стоят мои книги. У меня 38 томов книг вышло за 9 лет. Каждая книга 752 страницы. Я никогда не знал, что у меня есть этот талант изучать иностранные языки, говорить по-немецки, там по-английски. В школе языка не было. Но когда я умерла во Христа, что Христос умер за меня, что мой Спаситель будет судить, я все это связал, обреб бросил. Жизнь началась совершенно другая, для Бога. Вам нужно встречаться с Христом. На этих развалинах, конечно, трудно вам. Что ж ты раньше на меня не вышел? Если бы раньше вышел, жена не развелся. Эти вопросы решали спроса. А мне понравилось. Взял бы поехал. Говорит, что великомусленный человек, ненадежный. Жена еще должна была думать. Ты с ней не поработал. Она не пошла. Она и понимала, куда ехать. Средства-то какие нужны здесь? Сейчас дерево-то в три раза дороже стало почти. И все-таки вот он построился. И все у него есть. Какие склады, какая техника, какие дети, его уверенность какая. Вот эти примерки проявили. А приехал, учился в университете, познакомились, его занятия в университетах, и объявления висели, познакомились. А потом вот приехал. Конечно, неверующим, я и говорить не знаю. Неверующим. Не просто я себе сделал комфорт. Я же Христос умер за меня. Я должен быть со Христом, знать Его и волю, и поступать, как Он говорит. Вы этого ничего не знаете. И вам это не дашь никак. Это вымолить надо у Бога. И что, маленько? Матерился? Да, матерился. Хурил? Да, хурил. То есть, испорченный механизм. Мне вот 83 года, я еще и одному это не сказал. Я с детства знал, это страшно, нехорошо. Так что, разговор на этом закончен. Мы все записываем, выставляем в интернет. Вы не против? А? Я тоже записываю, выставляю. Скажи, что не против. Я не против. Ну, чтобы вы знали потом. Потом, когда-то вы на наших ресурсах будете, увидите, пройдет время, дай жене послушать. Как звать ее? Мария. Мария? Да. А детей? Борис и Дарья. Как же ты мог оставить Бориса и Дарья? Так, тяжело это. Мы 4 года это решались. Ехать, ехать, и в последний момент, когда, ну, все, у меня все мосты я сжег, говорю, поехали. Она говорит, я не поеду. Желубил хоть раз? Нет. И шеверить-то нельзя. Проверить никак нельзя. Так вот человек, она не идет. Закон, все равно, все равно. Начинаешь, когда дальше ископать, человек все равно открывает. Уверуя в роман Бога, проси веры у Бога, не по-своему, мне комфортно, я думаю, все это дурь. По-нашему не будет. Бог мир сотворил, галактики, и Он с нами будет советоваться. Он дал закон. Святая Библия, Евангелие. И по нему надо жить. И будет суть Божия. Человек умирает, и там за гробом другая жизнь начинается. Ты же в это не веришь. Там другая жизнь. И за все придется отвечать. За каждое слово ответа потребуется нас. Так что, а на счет приехал сюда? Жигули. Машина? Да. Своя? Нет. Нет. А сколько, получается? Я вообще работаю за 25 тысяч рублей. 25 тысяч, это неплохо. Ну, еще и построжишься. Я думаю, как вас произойдет, сейчас ты приехал, тебе сказали, ладно, тебя по терраски принимают, где ночевать будешь? Где угодно. А? Где угодно. Ну, где угодно. Свою усадьбу я не пусть, его не пусть, где угодно. Пока тепло можно и пришло, а что я говорю? А пока кончилось, типа, дальше что? Ну, пока тепло, ты где будешь? Шариться, и каждый раз вас останавливают, даже кто такой, откуда? Да, Роман с вами приехал, который развелся и тут дурит. И вот по-другому-то не скажешь. Понимаешь, как один говорил, я могу второго, еще бы второго тебя оставил там. Нет, ну как это. У тебя ничего нет. Ну, все с этого начинают. Вот он. Мы приходим в этот мир и уходим без ничего. Без ничего. Идем с грехами. И все, что делал, говорил, обманул, все будет на суде Божьем. И будет воскресенье, все воскреснут, мертвецы от первого. И будет суд Божий. И часы мира все остановятся. И так будет огонь вечный. В геении горит грешники, неверующие. А верующие будут в раю. Верующие в Сына Божьего Иисуса Христа имеют жизнь вечную. А неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие Теяна 3 глава 36 стих. А какая цель? Евангелие от Марка 16, 15. И говорит, следите по всему миру. И что? Проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Вот и все. А насчет чудес, которые Господь творит, по вашей версии, да? Это не версии нет. Не, ну, то, что вы говорите, верю я, не верю, но тем не менее. Я вот приехал сюда, в Мамонтово, мне выделили сарай, просто неутепленный сарай. Я приехал осенью, всю осень молотили хлеб, потому что некогда заниматься стройкой. И в зиму я в минус 6 зимовал в этом сарае, за зиму я его отстроил, за следующее лето доусовершенствовал, переделал кое-что, и теперь там хороший ремонт, горячая, холодная вода, скважина, спальные места, печка, понимаете? С этого ходил хоть раз, Мамонтово? Нет? Нет. И все, пустышка, ничего и нет. Но человек же может нести к себе веру, но не соблюдать эти ритуалы. Иисус есть путь, считать туда показывает. Путь истинной жизни. Иван Григория 14,6. Путь истинной жизни. Путь. И он единственная истина, другое нету. А я был там сарай, то другое. Вот где лоб-то. Не, я про то, что вот выделили сарай, теперь в нем можно... Ну и выделили сарай, то чего ради он выделит, если ты не верующий-то? Как он может тебе отдать в сарай? Город сказал, выживешь, будешь работать, не выживешь. Ну держись тогда хоть за сарай, иначе негде будет жить. Обратись к Богу, покайся. Дальше смотри сам. Не женись только второй раз. Намертво. Жена живая, ты при любове и будешь. Пока жена живая, жениться нельзя тебе. Все. Можно и не жениться. Нет, женишься. Женишься. Тебе 40 лет, да? Да. Ну еще ты ради будешь адиотар. А такая любая подвернется. И не просто какая-то шлюха хорошая, она поздравится, но она о грехе ничего не знает. При живой жене, если ты женишься, при любодеи, при любодеи царство Божие не наследует. Ты со всех сторон окружен. А я не признаю. От этого ничего не меняется. От я не признаю, что будет зима. Будет. Мне нравится вот и не будет ночи. Будет она сейчас, через два часа стемняется. Мы должны категориями священного писания мыслить. Так мой тебе совет, который тебе и не нужен, не подходит. Жена ушла. А когда деньги есть, а детям вышли. Деньги вышли. Но детям нужны не деньги, а общение. Общения нет физически. Потому что я в одном месте, а мне в другом месте. Мне детей... Ну, устроил ты все это. Ты эту каторгу-то ты устроил-то себе. Я устроил. Ну, жил нормально, не жилось. Поднялся, пошел. Вот мегаполис. В городе дети портятся, жена портится, я порчусь. Поэтому... Правильно. Но надо с женой было разговаривать. Заранее заработать. Приехать купить какой-то домик. И в сарае. Денег ты еще ж не накупил. Нет, сейчас проблемы нет. У вас тут в соседних селах, прямо вот заходи жили, дома стоят пустые. Да. Проблемы нет. Я просто выбрал такой путь, чтобы не тратиться дополнительно. То есть, меня устраивает такое. Для меня хватает. Я думал, кто-то там хочет приехать. С чего ему от меня надо? Игорь, время тратить пришел. Ничего не будет. У нас разговор не состоится. Потому что вы не верующие. Категория священного писания того, что вот Христос распределил. С тем, смотри, в руки раскинул. Он умный за наши грехи и кровь свою заправил. Страдания на кресте меня он искупил. Вот как. Я могу только одно говорить. Уверуй в Господа. И эта картина у тебя будет совершенно другая. И ты на все посмотришь и скажешь, ой-ой-ой, еще я наклонил в жизни. А ты все, что сделал, ты даже себя нигде виновным не считаешь. Я захотел. Семья развалилась. Дети остались без отца. А я в сарае живу отстроил живу. Ну, нам обещают, можете так рассуждать. Значит, никак. Не думай, плохо подумать что-то. Я тебе говорю, как есть. Нет, так я не скрываю. У меня слова проблемы нету в рексиконе. Я студентам об этом говорил. Я вам заявил двумя словами нерешенный вопрос. Вот это вот. Чтобы по-мягчески разговаривать. Все за это. Облагодарить Бога. Значит, вынешь после денег в скайпе, если какая-то огромная вам нужда будет. Совета другого не будет. Уверяй в Господа Иисуса Христа и жизнь твоя будет другая. Совершенно. Три поклона. Божьей милости уводим и грешным. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, просвети душу Романа светом Евангелия. Отгони его этих злых духов, повращающих разум. И все устрои по воле Твоей, Святой, только Ты знаешь, как это и когда. За все Твои милости и щедроты, за голгофскую жертву, за долготерпение Твое, Христе Божий наш, Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Во славу. До свидания. Спасибо. Артаман, как-то промолвил. Я не принимаю, не верю в Христа. Вот что ты делаешь? Я уточнил, что именно в Иисуса Христа не верю. Я верующий, но не в оциркуленный. И именно в Иисуса Христа я не верю. Я верю. Иисус Христа Спасибо.